Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим о посадке картофеля. Культура эта, которая практически присутствует на каждом садовом участке. И вот как не ошибиться со сроками посадки, какая глубина посадки, и можно ли запрограммировать урожай картофеля при посадке. Обо всем об этом и пойдет сегодня речь. А также мы поговорим о том, как защитить наш картофель от вредителей, которые находятся в почве и посягают также на наш урожай. Что сделать, чтобы они не портили наш картофель? Ну давайте все в аппаратку. Начинаем со срока посадки. Я показывал вам уже в своих предыдущих роликах, что мы делали ли яровизацию или провялен картофеля. Видите, красивые росточки на нашем картофеле появились уже. Он уже просится в почву. Поэтому, конечно, в первую очередь мы будем в почву высаживать такой картофель с росточками, яровизированный или провяленный. Как вам удобно называть этот процесс? Ну и следующее, не забываем, что мы должны посадить сейчас в эту пору поздние сорта картофеля. Потому что поздние сорта картофеля, посаженные в ранние сроки, они дадут хороший урожай. А запоздание с сроками посадки будет, соответственно, снижать урожайность этих сортов. Ну а самое последнее, мы, конечно, будем высаживать среднеспелые сорта картофеля. Потому что ранние у нас эту яровизированную мы посадим, поздние мы посадим для большого урожая зимнего потребления, а средние нам будут пригодятся как раз август-сентябрь месяц. После ранних сортов картофеля мы сможем употреблять их в пищу. Как определить сроки посадки? Конечно, существуют сроки посадки, как бы агрономические. Какие это сроки посадки? Считается, что почва на глубине 10 сантиметров должна прогрыться где-то 6-8 градусов тепла. Ну, если у вас есть термометр, это определить не трудно. Но это очень показатель косвенный, особенно в этом году. Потому что в феврале погода стояла теплее, чем сейчас в апреле. И казалось, что уже в феврале можно высаживать картофель. Земля очень быстро прогревалась. Ну, а на самом деле не так все просто. Самый простой способ, который я вам советую, и который не подведет ни в один год, в отличие и от лунных календарей, и от агрономических сроков, это ориентир на растения. Какие же растения являются ориентиром для оптимальных сроков посадки картофеля? Ну, во-первых, это самый надоедливый сорняк – одуванчик. Зацвел одуванчик смело высаживается картофель. Следующий ориентир – это бероза. Берозовые листья величиной где-то с 2 рубля белорусских или 50 копеек, тоже как вам угодно. Такой величины – это самый хороший срок, ориентир, чтобы почва прогрелась для нужной нам температуры. Ну, и последний ориентир, который также – начало зацветания черомухи. Начало зацветания черомухи говорит о том, что почва уже прогрелась до плюс 10 градусов и уже не запаздываете с посадкой картофеля. Высадите раньше, соберете урожай. Израиль есть поговорка – ранее хоть не зародить, а лезвношение не сводить. Так что эта белорусская народная мудрость должна вам помочь. Со сроками мы определились. Дальше – глубина посадки. Ну, от чего зависит глубина посадки? Она зависит от типа почв. Если наши почвы суглинки, значит, мы садим картофель на глубину 8-10 сантиметров, что от клубня и слой земли над клубнем. На песчаных почвах мы садим на 10-12 сантиметров, то есть глубже. Ну, это для средней фракции. Более мелкие клубни мы будем сажать, мельче, конечно, на 4-5 сантиметров. Ну, вопрос, конечно, зададут некоторые товарищи. Зачем сажать такой вот мелкий картофель? Так вот, такой мелкий картофель имеет, ну, как бы, несколько преимуществ. Почему? Во-первых, он, как бы, при недостатке посадочного материала. И многие напрасно отбраковывают такой картофель. А с чем он интересен? Значит, малый расход посадочного материала. И можно садить большую площадь. Это раз. Во-вторых, этот картофель завязывается в кусте последним, поэтому он, как бы, меньше заражен болезнями, и на нем, соответственно, меньше, по сути, совредителей. Как в Голландии высаживают картофель? Так вот, голландцы создают, почву пашут, создают рыхлую такую подушку. И вот на эту рыхлую подушку высаживают картофель. И картофель отдает столоны не только в этом рыхлом слое, но даже и глубже. Поэтому урожайность картофеля в Голландии, конечно, и 600, и 700 сантиметров. На наши переработки на 600-700 килограмм с сотки, это не является пределом. Все, оказывается, зависит от того, какая глубина пахотного слоя будет для нашего картофеля доступна. Соответственно, будет зависеть урожайность. Ну, не забываем так, что картофель, это культура, я уже сказал, это вегетативно размножаемая. Поэтому, что мы будем картофель защищать от болезней и вредителей. Ну, от болезни чем мы будем защищать картофель? Самый простой способ, защитый от болезней, это обычная древесная зола. Опудрили клубенечки, все, они уже будут защищены, и отчасти древесная зола будет отпугивать вредителей. Очень, конечно, хорошее средство для защиты от вредителей, профит, седная палочка. Брызгаем профитом седной палочкой, наши клубни, которые сейчас будут прорастать, и которые будут завязываться весь сезон, будут защищены от болезней. Ну, далее, от болезней мы обработали. От вредителей, ну, значит, конечно, есть много способов борьбы от вредителей. Ну, их можно поделить как бы на истребительные, как бы более защитные, ну, и отпугивающие. Ну, истребительные, я уже вам называл и в прошлом ролике, препарат «Престиж». Это химия, защита от болезней, от вредителей «Престижа», защита вашей клубни в земле от поселательств и болезней, и вредителей. Ну, давайте мы будем думать о природе, думать о своем здоровье. Есть масса примеров, как можно отогнать вредителей от наших посадок. Ну, буду называть, как бы, все, которые я пробовал уже, ну, и которые, как бы, очень популярные. Ну, самое первое, что это, конечно, это зола. Это древесная зола, добавляем древесную золу в почву, уже она часик, как бы, отпугивает наших вредителей. Ну, есть, конечно, в почве с вредителей, что мы имеем. Это и колорадский жук, это и проволочник, это хруш, и что там, медведка, ну, и некоторые другие. Ну, знаете, что есть такие, ну, зола-золой, но есть же такая луковая шелуха. Луковую шелуху добавляем при посадке картофеля в лунку. Значит, тоже болезни и вредители не будут атаковать наш картофель. Это раз, разлагаясь луковая шелуха, позволит прекрасным органическим питанием для нашего картофеля. Это такой доступный, тоже доступный способ. Ну, дальше, с таких, что доступных способов, что я могу назвать? Ну, кто-то сыплет табачную пыль. Ложка табачной пыли столовая под клубень картофеля, как бы, защищает наш картофель. Кто-то использует табазол, ну, табачная пыль смешана с золой. Как бы, тоже в обычное производство точно так же добавляют. Есть способы еще более экзотические. Кто всю зиму собирал апельсиновые корки, кидает по несколько корок под каждый клубень картофеля. Корки разлагаются и отмуют вредителей от наших высаженных клубней. Если что более экзотические, кто-то сыплет горький перец, красный горький перец молотый, добавляют также, размалывают и добавляют где-то тоже столовую ложку под каждый клубень картофеля. Это очень сильно отпугивает не только, как бы, вот там и медведку, и проволочника, и колорадского жука, и сни, но даже муравьи. Муравьи тоже не ползут к нашему картофелю за счет горького перца. Ну, есть, конечно, дальше. Следующий вариант, это горчичный порошок. Горчичный порошок – это прекрасное средство тоже для отпугивания вредителей от высаженных клубней картофеля. Ну, есть же, конечно, и фабричное производство типа препарата «Профит». «Профит» – органно-минеральный комплекс. За счет того, что здесь содержится жмых рапса, он также будет отпугивать вредителей от высаженных клубней картофеля. Ну, и что ж, это не все. Как бы сейчас очень популярно набирают обороты препараты на основе берозового дегтя. Ну, для того, как технология очень простая. Берем очистки картофеля, заливаем горячей водой, кипятком, для того, чтобы убить ростки, чтобы они не были жизнеспособны. После этого мы берем или берозовый дегтя, смешиваем с этими очистками картофеля, или жидкий дым, что у вас также есть на вашей кухне, на вашем участке. Или берем жидкий дым, мы смешали с этими очистками, и по несколько очисток кидаем под каждый клубень картофеля. Так что, видите, способом зашитых картофеля уже в начале посадки от болезней и вредителей существует море. Поэтому вы выбирайте сами, который лучше подойдет вам. Ну, я буду прыжать, конечно, этой самой седной палочкой. Вот у него стоит уже разведенная седная палочка, я клубня обработаю седной палочкой. Потому что она доступна, она есть в продаже, без всяких заморочек взял, побрызгал картофель, и он уже будет защищен от болезней. Дальше, что я буду делать дальше? Ну, значит, как обычно, почва у меня уже перекопанная. Участок небольшой, поэтому я технологию для небольших участков. Когда вы ставите картофель грантками, конечно, а не гектарами. Вот поэтому на этой площади я буду делать рады через 60 сантиметров, я буду делать рад. Органику я буду уносить также именно в верхний слой почвы. Вы посмотрите, я буду уносить органику. И на один метр квадратный, значит, ведро органики. И, соответственно, одна столовая ложка сложного удобрения нашего белорусского производства, где есть азот, фосфор, калий. Все это рассыпаю и буду заделывать вилами. Не лопатой дальше копать, лишь бы ворожать, а буду заделывать вилами. Ну и потом картофель я буду выставить мельче, чем я вам рассказал. А почему? Потому что в нашем климате, хотя он и поменялся, стал потеплел, как бы в весеннюю пору очень актуально прогревание почвы. Так вот, я сделаю небольшой гребень при помощи обычной тяпки. В этом гребне земля будет прогреваться, картофель будет в более комфортных условиях, будет меньше подвержен болезням различным типом гнилей корневых и, соответственно, раньше взойдет. При такой технологии, ну и картофель, конечно, взойдет очень хорошо, очень быстро и порадует очень хорошим, вкусным, хорошим, вкусным и большим урожаем. Если будете следовать этому способу, вы тоже получите такой же урожай. Но тут еще есть дальше такие нюансы. Есть нюансы такого типа. Значит, если я буду высаживать крупный картофель, ну, такую семенную, я его буду высаживать одну штуку. Если я буду использовать такой мелкий посадочный материал, я буду две-три штучки ложить в одну луночку. Это раз. Но знайте, что при посадке вы можете запрограммировать ваш картофель на получение определенного количества клубней. То есть, если международно 60 сантиметров и высаживать картофель через 20 сантиметров, значит, в структуре урожая 50% клубней будет крупных, а 50% будет средних и мелких. Но если это расстояние увеличить всего лишь до 40 сантиметров, у нас картина раскаменяется. Крупных клубней становится 80%, а вот уже семенных и мелких только 20%. Поэтому сразу при посадке вы определяетесь. Или вы хотите размножить сорт и получить много картофелин, или вы хотите получить хороший крупный картофель для своего стола. Поэтому, регулируя расстояние между кустами, вы будете, соответственно, получать разные... Ну, урожай может быть практически одинаковый, только у фракции будет значительно отличаться. Так что учтите этот нюанс. Так что посадка картофеля при соблюдении этих условий не показывается ему очень трудной. Это очень увлекательно покажутся занятия. Ну и, соответственно, вы потом понаблюдаете и удивитесь очень результатом. Я желаю, чтобы картофель вас радовал большим-большим урожаем. И, соответственно, вы использовали мои рекомендации. До свидания.